Добрый день, дорогие сестры! Я рада видеть каждую из вас. Я ждала просто этого момента. Я не знаю, как вы, я ждала. Может, тебя просто насильно привез муж. Но я просто ждала каждую из вас. Я представляю, как Иисус ждет каждую из нас. Отец, Он ждет. Аминь. Тебе нужно в это поверить. Присаживайтесь. Когда ты поверишь то, что тебя Отец ждет, у тебя все изменится. Аминь. Спасибо, братья. Давайте поаплодируем братьям, а не чьи-то господа. И мы им дадим аплодисменты, потому что они нам служили. Я сегодня хочу унести то слово, которое Бог дал. И, может, ты эту историю знаешь. Но, знаете, сталкиваясь с разными судьбами, вам всем слышно? Нормально? Сталкиваясь с судьбами вашими, своей судьбой. Когда ты смотришь то, что происходит в этом мире. И, знаете, так хочется помочь всем, но вот этих рук не хватает. Так хочется кому-то сказать слово, которое бы исцелило. И, знаете, это человеческая реакция. Есть Божья реакция. Когда пришла вдова умершего пророка, который служил к Елисею, то первый пункт, она сказала, «У меня хотят забрать, у меня плохо». И человеческая реакция Елисей спрашивает, «Чем могу помочь?» Но в этом же стихе он говорит, «А что есть у тебя?» Я хочу сказать, что у тебя есть уши услышать отца. Потому что за тебя никто не может прожить жизнь. За каждую из нас твоя мама не может прожить жизнь. И я готова бы подставить руки для своей дочери. Дочери у меня одна. Ну, а вы все остальные. Когда вы плачете, я тоже вместе с вами плачу часто. Когда вы страдаете, мне тоже больно. Мне хочется, чтобы... Вот у меня идея, чтобы каждая женщина жила счастливой жизнью. А знаете, это Божья идея. И для этого нам нужно нести слово Божье. Мне хочется, чтобы каждая женщина служила. Но когда ты вот такая женщина... Мы вообще не сговаривались. Но продолжение. Когда ты вот такая, разрушенная, разбитая, когда мы встретились с миссионерской школой, с сестрами, знаете, я ушла, у меня был один такой маленький негатив внутри, что каждая, которая поднималась и о чем-то говорила, она говорила, я третий раз замужем, я второй раз замужем, я четвертый раз замужем. Если четвертый раз замужем, скажи, пожалуйста, может ли она быть в таком состоянии? Помоем, смотри. на трём. Может ли она быть в таком состоянии, если четыре пытались её ломать? тут одного не выносишь. Ковёр продавал. Кстати, он не помнит. И так, я вообще чудом, что он помнит за ковёр. У него ещё идея была хрусталь. А помните, по 17 гривен, по 20, по 25, да, ладья, да, оливье туда, да? Хотела выкинуть, вот переезжали. А думаю, а вдруг оливье захочется? Уже всё, собрала в коробку, думаю, выставлю этот непотреб. А вдруг оливье захочется? А вдруг захочется что-то вспомнить? Может, это история будет? Будет, детям покажу, о чём мы ссорились. Знаете, очень часто мужчины, они утверждаются, потому что, когда они видят на тот сильный тыл, от которого они забрали тебя, ну, я вышла замуж, я не знаю, как у тебя, но когда смотрит мой муж на моего папу, который метр девяносто и в сто десять килограмм, и стоит этот 56, то понятно, что он будет приходить домой и тебе рассказывать, где пятый угол. Конечно, у него будет идея обрезать всё то, с чем ты пришёл. и меня ломали. Ломали сильно. Потому что, когда он видел ещё два брата таких, он говорил, он всегда говорил, конечно, у тебя же они жирные. Ну, а я что, виновата, что мы все коренастые? Говорит, ну, конечно. Поэтому, когда человек видит то прошлое, откуда он взял, и тот тыл, он пытается утверждаться. Ковёр у Натальи, хрусталь дома. Спите спокойно. Знаете, просто каждый рассказывает свою правду. Он хотел, чтобы ковёр был один на двоих, но я скажу честно. Можно же вам, девчонки, да? Потому что я чувствовала. Это моя мама. Я вот представляю сейчас, Юлька, когда выйдет замуж, этот будет говорить, давай вот этот комплект постельного, который мама... А я уже купила один комплект. Я не себе купила что-то, а я ей купила. И он будет говорить, это мещанство. И будем продавать. Вот знаете, когда ты отдаёшь, я не знаю, что Лена чувствовала, когда отдавала. Ну, я вот, я думала, что я это чувствую, не буду. Ну, как-то меня воспитывали, что вот пришло время, и я всем говорю. Я просто не знаю, как я эту библейку буду стоять и говорить, оставить человека отца и мать. Мы позвонили пастору Абрамчуку, Виктору в Бостон, и говорю, пастор, как ты, Виктор, отдал своих двух девчонок уже? Он говорит, первую отдал с такой болью, а вторая, когда уходила, она ещё чуть меньше, говорит, у меня была сильная истерика, поэтому я сказала, пусть она живёт, будете жить у меня, на этом условии я её отдаю замуж. Я говорю, типа ты отдал, но она с тобой. И я понимаю, что это всё неправильно. Я говорю, Виктор, но ты же вышел от Алексея, как ты учишь о том, что оставит, прилепится, если не оставит, не прилепится? Он говорит, я об этом больше не учу. Но у меня пока шизофрения небольшая. Я и рада, и печальна, не знаю. Поэтому, в общем-то, что я тогда чувствовала? Я тогда чувствовала, что или я знала, или я не могу сейчас сказать, почему, но у меня была информация, как бы я слышала от мамы, что вот она идёт пешком с работы, 5 копеек автобуса достала, ну типа она экономила, пирожки себе там не покупала, дома ела, ну собирала мне приданное. То ли это так объяснили, то ли это показали. Ну в общем, есть какие-то запоминающие моменты в жизни, которые оседают каким-то вот таким вот грузом в твоей жизни. Ты даже не можешь объяснить, да правда тебе говорили. Ну в общем, у меня была такая информация. И для меня это было дорого, это моих родителей было. Я понимала, это было для них, я понимала, или может мне объяснили, что всё-таки это жертва, поэтому я вам объясняю. Я за этот ковёр долго держалась. Если бы я знала, что только канитель будет, то горя оно огнём. Сегодня всё, что не говорят, мне это дешевле, если я всё сразу отдаю. Ничего не болит, когда приходит. Ничего тебе не хочется. Ничего вообще тебе не надо. Всё слушаешь, всё чувствуешь, всё вам засервировано. Даже никакие, то есть вопросы, все-все-все-все-все-все-все вещи, которые касались неправильного построения предложения, предложения строятся сейчас правильно, то есть без претензий. Попробуй поговорить день без претензий. Тогда у тебя всё, ты всё поймёшь. Ну а в общем-то о дочерях. Мне хочется, чтобы каждая из вас сегодня почувствовала себя дочерью Божьей. Дочерью. Дочь. Я её назвала проповедь. Ты дочь. Ты дочь. Ты дочь. Знаете, до определённого момента мы дочери. И для того, чтобы это как-то более-менее прочувствовать, я просто даже позавчера съездила к отцу в гости. И такой хороший момент, мачухи нет. Я приехала, папа один, боже, столько там это, дочечка. И я вот, ну вот это вот чувство дочечки. Вроде папе 80, вроде тебе. 18 плюс стаж. Три раза по 16, да? И ты думаешь, вот какой, и он такой, вот такими вот глазами. Знаете, вот общение было не такое, как с моим мужем. Не, у нас всё нормально с мужем. Я просто говорю, что не те чувства, не те переживания, не те эмоции. И я хочу, чтобы ты разобралась. Ты дочь. Кто такая дочь? Это женщина, нет, не женщина, это дочь. Девчонка. Это девчонка, которая чувствует себя защищённой, которая ничего не боится, которая понимает, что её поймут. Это характеристика дочери, что её любят, что её ждут, что с ней поделятся, что на её частную собственность посягать никто не будет, что она не будет изнасилована. Но я не говорю о каких-то индивидуальных там, я понимаю, что сейчас кто-то встанет и начнёт опровергать, что есть же ещё и родитель, отец насилует дочь. Но я говорю о нормальных отцах, о нормальной любви. Я говорю, если ты будешь думать о нормальном отце и нормально общаться с отцом, вести себя как дочь смирённая, слушайте, девчонки, у нас же нет личной жизни. Отец имеет власть над нами, и потом, когда отец отдаёт нас мужу, муж имеет власть, а потом кто? Внуки. Ну, Лена тоже поспорит со мной, внуки не имеют власти. А? Нет? Внуки, да? Сердце бьётся, но мне ещё этого не понять. Я очень сильно, правда, я очень сильно обижалась на свекров, мне было не понять, когда она брала Антона на руки только с роддома, я говорила, «Боже, я его больше люблю, чем ты». Как это меня оскорбляло? Я выносила, я хотела, я не сплю. Ну, короче, я, всё, я, 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 вот это всё, это мой комочек, это моя часть, и вдруг она его больше всего любит. Ну, мне это было не понять. Но я думаю, что у меня всё впереди. дочь. Дочь, когда ты говоришь о дочери, вот слово «дочь», у тебя сразу ассоциация семья, отцовство, хорошая атмосфера, да? Понимаете, о чём я говорю? И ты так можешь всегда жить. И сегодня нормальные отцы, они обнимают своих дочерей, и она ляжет на грудь, говорит, «Папочка!» И папа тает. Дочь – это, ты вспоминаешь свои, и даже когда отец тебя воспитывал и воспитывает, у тебя нет того разрушения, которое тебе приносят чужие мужики. Чужой человек, мужик чужой. Он чей-то будет отец, но он для тебя партнёр. И есть вторая грань, ещё один пункт – это женщина. Такое. Вы все женщины. Когда говорят «женщина», «вы крайняя», всегда женщины крайние. Вот это, когда подходят где-то, «женщина, вы крайняя?» Ну, не знаю, я понимаю, что уже пора, чтобы на тебя говорили женщины, но я понимаю, что сказали бы там по-другому как-нибудь. Лучше бабушкой бы даже обозвали. Женщина? Меня это раздражает слегка. А кому-то нормально, да? Кто такая женщина? Женщина – это женщина, которая прожила определённый отрезок времени, которая испытала горечь, боль, разочарование, и она несёт в себе боль, расстройство, ненависть, неустройство. Да? Женщина. Характеризовать дальше. Женщина, она закрывается, она была изнасилована, но если не физически, морально, материально, женщине, короче, плохо. Женщина – это зрелый продукт, объект, продукт, фрукт. Зрелость. Это такая вот… Вот когда говорят «доченька», да, вот тебе и восемнадцать, вот и доченька. Так вот как-то нежно. И знаете, Иисус, когда ходил по земле, и когда обращался с женщинам, ну, к женскому полу, он обращался два раза, ну, как бы два вида было. К одной он говорил «женщина», и к другой он говорил «щерь». «Щерь» переводится, это древнеславянское слово, оно переводится как «дочь». «Дочь» имеет значение «дочерь». Дочь, 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 ты дочь. Ты должна поверить в то, что ты дочь. И когда ты дочь, ты можешь получить исцеление. И я вам скажу, сколько раз, меня папа много раз обижал. Ну, так. Ну, последний раз по-взрослому, когда были разборки полета между братьями и сестрами, был жесткий полет. Но, знаете, я как-то отхожу, у меня нет того осадка. Я иду как к тому отцу, который учил меня на велосипеде, который мне давал любовь, который меня кормил, который меня восхищается. Но тот мужчина, который тебя обижал, ты к нему не пойдешь уже так. И к мужу мы не всегда можем так легко повернуться, потому что он тебе много сделал проблем в твоей жизни. И мы действительно выглядим очень колко. Мы являемся вот таким существом. У нас болит все. И я много раз слышу в трубку слезы женщин. И они говорят, что мне делать? Меня разрушили. Меня разбили. Меня уничтожили. Уничтожают. И не оставят в покое, пока полностью не сотрут. Знаете, я честно сказать, когда я смотрю какой-то... Ну, я редко фильмы какие-то смотрю. Ну, у меня нет такой зависимости. Ну, просто иногда, когда видишь какие-то вот эти вот сцены насилия, неправильное отношение к женщине, или кто-то рассказывает, или неправильная реакция мужчин, когда, ой, ты сама виновата, сама дура. Вот, знаете, вот какая-то боль поднимается, потому что тоже какие-то боли, страдания переносила в своей жизни, так же, как и ты, так же, как и твоя соседка. Понимаете, боль женщины, она может идти с тобой дальше, пока ты не поймешь, что ты дочь Отца Небесного. Дочь Отца Небесного может делать все. Дочь ради Отца, она верит и она делает, она является послушным объектом для своих родителей. Ну, практически, я говорю о нормальных отношениях. Женщина, которую рушили, она не верит мужчинам. Но, знаете, проблема нас, женщин в том, что мы ищем полноту и восполнение наших потребностей именно в мужчинах. Мы хотим, чтобы мы были любимы. Я ничего много не хочу, я хочу быть любимой. Я слышу это каждый день. Я хочу быть любимой. Я хочу, чтобы меня принимали. Я хочу, чтобы меня понимали. Я хочу, чтобы со мной считались. Я хочу, чтобы меня уважали и не ходили обутые в доме, в конце концов. Да? Это вот эти вот женщины, вот такие. Потому что у меня до сих пор ходят обутые. И у Лены ходят обутые. И у многих, я так понимаю. Но я хочу сегодня, и я, да, сегодня обулась. В итоге все-таки, когда ты садишься, выходишь на улицу, почему-то вдруг у тебя всегда есть вот эта вот фишка. Вернуться домой и пройти все-таки обутой. Хоть на одной ноге, но проскакать. Но у тебя есть оправдание. Мы же справедливые. Я же сама мою. Мне можно. Никому нельзя. Или всем можно. Аминь. Мы разобрались с вами с темой дочери. Давайте откроем Иоанна, 4 главу. 6 по 30 стих. История о Самарянке. 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 Знаете, мне хочется говорить о том, что ты никогда израненная не сможешь служить людям, пока ты женщина. Ты не можешь дать любовь своим детям, если ты женщина. Если ты внутри дочь, ты сможешь давать любовь своим детям. Если ты женщина, то ты будешь говорить то, что Андрей Георгиевич сегодня говорил. папа тормоз, мама газ. Мама молодец, а папа козел. Но ты выбрала козла своим детям. Это твой выбор. Мы на свой выбор плюем. Знаете, за ошибки молодости нам приходится расплачиваться. Один неправильный выбор, и он испоганил всю твою жизнь. Но я знаю одну вещь. Есть восстановление, и это есть Отец Небесный. Он Отец. И если ты для Иисуса женщина, ты никогда не восстановишься. Тебя никто не склеит, и у тебя стекляшки, которые сегодня лежали с утра, их никто не соберет. Но когда ты понимаешь, что для тебя Отец Небесный, Отец, тогда мы с вами будем. Отец носит сосуд нежно. Дочечку он носит нежно. У меня Андрей носит нежно. Дочечка, я соскучился за тобой. Две недели не видел. Я приеду в Харьков, мы будем покупать. И знаете, и тут хотелось бы, чтобы из кухни голос «А я» промолчала. но это меня не разрушило до конца, потому что у меня есть Отец Небесный. Но лет 15 назад меня прозрушило точно, хотя и тогда Отец Небесный был. Но тогда были другие мозги. Вот Отец земной носит дочечку очень нежно, да, Тоня? Носит дочечек. А твой носит? Они лежат на нем. И твой носит. И твой носит, у тебя же дочечка. И твой носит. И когда приезжает, да? Дочечки это особенная часть для отцов. И слава Богу, что у нас нет матриархата на небесах. Представьте, если бы нас любила мачуха какая-нибудь. Знаете, вы никогда не... Тот, кто никогда не соприкасался с мачухой, он не поймет, кто такая мачуха. Даже в твои 18, как мои, мачуха остается мачухой. Вот есть позиция человека на этой земле, статус, который не позволяет быть другим. У меня есть мачуха. Говорила, Бог, зачем? Это плохо. Может быть, она и неплохая женщина. И может быть, она ничего плохого мне не желает. Но это не то, когда я приходила, и там была мама. Вы меня понимаете. Это вообще другое положение. Когда ты поймешь, что ты дочь, для Отца Небесного в твоей жизни вот этих осколков не будет. От тебя никто не сможет порезаться. У тебя много боли. Тебе много принесли боли. Послушай, женщина, самарянка, 6 стиха. Там был колодец Иаковлева. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца, колодезя. Было около шестого часа. И приходит женщина из Самарии подчеркнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить. Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит. Видите, вот он пишет, вот женщина, женщина, женщина пришла. Вот знаете, когда ты есть, кто-то тебя называют тем именем, кем ты есть. Когда ты есть, этот предмет, это женщина. Это разбито, израненное. И она пришла к колодцу для того, чтобы попить. И там сидит мужчина, и она была в шоке. Она не ожидала. Почему? Потому что история говорит, что самарянка приходила тогда, когда никого не было. Она не хотела видеть никого. Боль, страдания, разочарования нас загоняют в угол, и мы не хотим чаще, часто видеть никого. Мы слышали сегодня и вчера о том, что в одиночестве приходят проблемы. И она пряталась от чего? От того, что ей принесли много проблем, болей, и она была разрушена и разбита кем? Мужчинами. И я начинала говорить, что наша задача нам кажется правильной, а мы у мужчин ищем выход. В них выхода нет. Они тебе не дадут то, что ты хочешь. Они тебе не возместят то, что ты хочешь. Они тебе не восполнят то, что тебе надо. Это может сделать Отец Небесный. Только Отец Небесный может восстановить твое внутреннее состояние. Так хочется, чтобы твой муж тебя понимал, но как? У него грудь волосатая. Как? Он ноги не броет. Он не понимает ту боль, которую мы переживаем иногда. Ему не надо каждый день красить ресницы. Он говорит, лучше бы я один раз родил, чем каждый день бриться. Сходи. Есть что-то, что Бог не смог вам доверить, вы бы это не сделали. И есть что-то, что Бог доверил нам, дочерям. И мы можем это делать. И у нас это получается. Потому что Бог дал нам терпение. Бог дал нам понимание. и это самарянка, которая была разрушенными мужчинами. Разрушенная. Она приходила, чтобы никого больше не видеть. И когда она увидела мужчину у колодца. Знаете, когда мы смотрим на Иисуса, как на мужчину, сестры, забудьте, это не мужчина, это отец. Знаете, однажды, когда очередной медосмотр был в школе у нас, я помню, как одна девчонка, мы в классе седьмом выскакивает с этого кабинета и кричит, я не пойду туда, там мужчина сидит. И учительница говорит, там доктор сидит, а мужчина у бочки с пивом. Разница есть. у нас есть Отец Небесный и Самарянка встретилась с мужчиной. Изначально она встретилась с мужчиной, она общалась с ним, как с мужчиной, она закрытая была, она пыталась огрызаться, она говорила, ты же мужчина, как ты со мной общаешься, кто тебе дал право со мной общаться, самая лучшая защита это нападение. Вот откуда у нас в наших семьях скандалы. Ты изранена, ты третий раз замужем, второй раз замужем, да кто и первый раз замужем, от тех болей, которые дал тебе муж, принес тебе муж, мужчина, ты закрываешься и когда он о чем-то с тобой говорит, ты говоришь, кто ты такой? Ты кто такой? Ты кто такой, что ты мне указывать будешь? Я не буду это делать и мы постоянно стоим в стойле. У нас есть стойка и мы защищаемся. Мы изранены внутри и каждый из нас нужно понять, что Отец Небесный дает восстановление, а мужчина, который с тобой живет, твой муж, отец твоих детей, это партнер. в семье отношения это отношения для взрослых. Там детского садика нет, там требования взрослые, там не отцовские требования, отец знает, на что способен ребенок, а в семье там взрослые отношения, там мужчина требует на своем уровне, и хорошо, если вы на одном уровне интеллектуальном, материальном, не может быть весовом, и он требует от тебя того, что как бы понимает, что рядом идет партнер на одном уровне, и ты бодаешься, потому что ты не можешь это сделать, и у вас происходят конфликты, и самарянка имеет конфликт с Иисусом, но послушай, отец, у него много любви, у отца много терпения, отец говорит снова, когда ты общаешься с физическим отцом, отец говорит, дочечка, ну послушай, Иисус говорит, послушай, самарянка, послушай, я тебе говорю, что если ты дашь, что у меня нет той жажды, которая есть у тебя, которая тебя загоняет в тупик, у меня есть вода, которую я могу дать, и ты никогда жаждать не будешь, она говорит, так дай, чтобы я сюда не ходила, к колодцу, мы не всегда понимаем, о чем Иисус говорит по отношению к нам, мы разбиты, разрушены внутри, мы говорим, как восстановить отношения, мы не всегда понимаем, как это сделать, потому что у нас даже не было правильного отца в нашей жизни, и мы ненавидим Бога за то, что Он создал мужиков, мы не воспринимаем Бога как отца, мы воспринимаем как того, кто произвел тех, кто убивает нас, и мы думаем, что Бог такой же, как все мужики, а Бог добрый, когда Он разговаривает с самарянкой, Он пытается вызвать у нее понимание, что Он хочет ей помочь, Он говорит, дай мне воды, она говорит, не дам, как все женщины, обычное отношение в семейное, дай воды, она говорит, не дам, женщина говорит ему, господин, тебе почерпнуть нечем, когда Он сказал, что у него есть вода живая, и колодец глубок, откуда же у тебя вода живая, неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его, Иисус сказал ей в ответ, всякий пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную, есть у Отца Небесного исцеляющий поток воды, который может исцелить твою израненную душу, который может восстановить, чтобы ты имела первоначальный вид, который Бог создал в тебя, то, как Бог запланировал тебя целой, счастливой, благополучной, успешной, веселой, красивой, мудрой, талантливой, любящей, когда любят дочь, она источает любовью, когда женщину загоняют в угол, она всегда защищается, она всегда скрыта, ей всегда очень сложно, и женщина здесь снова и снова она пытается отгораживаться, 16 стих, Иисус говорит ей, пойди позови мужа твоего, приведи сюда, Иисус вызывает ее на откровенный разговор, Иисус хочет общения с ней, Иисус вызывает и говорит, я хочу тебе помочь, а она закрывается, мы знаете, мы можем сидеть 20 лет в церкви и каждое слово, которое мы читаем, дома мы читаем, мы отправляем все к нашим мужикам, которые разрушили нас, в церкви мы слышим, мы уходим расстроены, потому что опять не по нашей справедливости сказано, и Иисус вызывает у нее откровенность, Иисус хочет, чтобы она говорила с ним как с отцом, говорила о своих болях, разочарованиях, переживаниях, понимаете, родители хотят знать, что с ихними детьми, Отец Небес, Он хочет знать, что с тобой и чем тебе помочь, Он может тебе помочь, Он только восстанавливает, ни один мужчина на этом земном шаре не имеет такой возможности, чтобы восстановить тебя, чтобы дать тебе счастье, я знаю, что Бог, который восстановил меня, выскажет, ой, после чего? Все мы что-то переживаем, все мы с чем-то сталкиваемся, и знаете, когда мы появляемся в родзалах, то там говорят, добро пожаловать, детка, здесь тебя будут кусать, щипать и обижать, этот мир слишком жесток для того, чтобы в нем только питаться одной любовью, здесь очень редко мы можем найти столько любви, чтобы чувствовать себя полноценными, в этом мире очень много несправедливости, греха и проблем, но когда ты имеешь отношение с Богом, Бог тебе дает полноту, и ты просто дочка, аминь, женщина сказала в ответ, у меня нет мужа, Иисус говорит ей, у Иисуса и женщины есть общение, ты можешь быть восстановлена, если ты будешь общаться с Отцом Небесным, когда ты будешь только общаться с одним мужем, который тебя постоянно общением добивает, мы же все страдаем по нехватке общения, знаете, однажды я перестала вообще к нему приставать, потому что когда я говорю, давай поговорим, он говорит, о чем? Когда Адольф вытрещает глаза, но я наслаждаюсь общением, когда у него есть настроение и он это общение, вот мы просто общаемся, он просто садится, что-то рассказывает, что-то говорит, и узнаешь, это как в банкомате счет пополнили, мне на определенный отрезок времени хватает, а если мне нет нехватка этого общения, я общаюсь больше с Отцом, и когда я общаюсь с Отцом, я не требую общения с ним, но когда он захочет, он общается, нет, у нас не гестаповские отношения, у нас все хорошо, просто мы перестали выставлять друг другу претензии, мы просто наладили хорошее отношение друг с другом давно, мы понимаем, устали, не устали, служение, или хочется просто лежать, даже когда ты не устал, хочется лежать, хочется всем, но когда женщина целый день ждет дома мужа, сидя дома с детьми, что он придет и ей что-то расскажет, сказку на ночь, у тебя получается, у меня такие сказки получались до утра, он учил меня говорить, господин, это было до утра, смотрю, рассветают, господи, уже и так, и сяк, поэтому да, когда ты понимаешь, ты выбираешь из двух зол, что тебе дешевле, поэтому я перестала, я стала эти углы вообще обходить, я нашла другой способ общения, я знаю, что каждый из вас сможет найти правильный способ общения со своим мужем, у тебя все получится, мужчина, это у тебя личность, точно так же, как и ты личность, и можно к твоему мужу приспособиться, аминь, но женщина израненная была чем, тем, что у нее был диалог, общение с Иисусом, Иисус ей говорил при виде мужа, она сказала, что нет, ты правду говоришь, ибо у тебя было их пять и шестой не муж, он говорит, женщина, приведи сюда мужа, женщина, он знал, что она изранена, избита, закрыта, разломана, я не знаю, переломана, перешита, перемыта, короче, вы сами понимаете, он видел всю внутренность, он видел эту боль, и отец хотел помочь, отец хочет тебе помочь, отец хочет тебе помочь, но из-за своих отношений, что ты говоришь, я хочу по справедливости, почему он ко мне несправедливый, ты будешь всю жизнь выяснять эти отношения, тебе нужно просто оставить это, тебе мешает быть дочерью отца небесного, потому что ты идешь с водоносом подчеркнуть чем воду, ты сама пытаешься решить свои проблемы, ты не хочешь, сейчас это не ты, это сейчас этот бидончик с водой, у тебя руки заняты, у тебя мозги заняты, у тебя сердце занято, у тебя все занято чем-то, но не тем, чтобы найти отношения с Иисусом, хоть бы не отвалилась ручка, она пришла, она общается с Иисусом и она теребит этот бетончик и она хочет набрать воды и сбежать, Иисус говорит, я хочу помочь тебе, тебе пастор проповедует каждое воскресенье в твоей церкви, тем более, если ты пастор, сестры, мы не можем никому служить, я знаю, что здесь много служителей, мы не можем сегодня служить людям, если у самих боль, твое слово, оно не имеет силы, потому что Божье слово имеет силу, которая испытана, а испытана слово, это то, которое сработало в твоей жизни, если оно сработало в твоей жизни, знаете, если я говорю, я не верю в разводы, у меня было тысячи шансов развестись, я не верю в скандалы, что их нельзя остановить, потому что я их остановила, у меня есть слово от Бога для меня в моей семье, и я не верю, что нельзя остановить страдания, потому что можно получить слово, сегодня слово шикарное было для каждой из нас, встать в правильную позицию, я хочу сказать тебе, что то место, на которое Бог определил женщину, это святое место, мир, который сегодня говорит, женщина, знай свое место, мир сегодня унижает Божье слово, и мы говорим, а Давид пишет, блажен муж и жена, которая не ходит по совету нечестивых, мы чаще всего в свою жизнь притягиваем совет нечестивых, мирской, и многие женщины говорят, я бы так никогда не поступила на твоем месте, но ты не на моем месте, потому что Лена на своем месте, а я на своем месте, и то, что прошла Лена, я бы не прошла, и то, что прошла я, Лена бы не прошла, у каждой из нас есть своя сила, которую отец дает для дочери, для дочери, отец дает силу для дочери, отец не дает силу для женщины, чужой, отец силу дает для женщины, и у тебя есть что-то, знаете, мы не можем служить Богу, потому что мы прячемся за своими проблемами, и мы говорим, я не хочу, я просто не имею морального права, мы много чего закрываемся, вы знаете, многие женщины не хотят быть любимыми женами, они закрываются детьми, и говорят, мне некогда, я готовлю, я убираю, слушай, брось ты эту готовку, уборку, стань женщиной, собирай носки, наклоняйся, и пару раз в день получишь, у тебя будет хорошая тема, хорошее настроение, и семья будет идеальна, два раза в день наклоняйся к мазкам, вообще, знаете, мне на камеру сказано, когда ко мне приходили, когда мне было лет 25, и приходили 50-летние женщины, и они жаловались, я не хочу, он ко мне пристал, а он мне, что тебе жалко, что ли, радуйся, сколько женщин легли, и к ним не пристали, и не приклеились, радуйся, я говорю, тебе что жалко, пошла тема, говорит, приведи сюда мужа, она говорит, нет у меня, правда, ты 5-их имел, и 6-ой не твой, Иисус, Иисус ей говорит, поверь, что наступит время, и настало уже, когда поклоняться будут, они говорили на духовные темы, на жизненные темы, и за мужа, и за поклонение Господу, потому что Иисус, когда говорит, Он хочет показать свою любовь каждой дочери, Он считает тебя дочерью, а ты себя считаешь женщиной, ты дочь, ты дочь, тебе надо принять решение, что ты дочь, а она начинает, то запросла, ну мы же женщины, я не знаю, я с темы на тему быстро бегаю, тут тебе за духовное, тут тебе за душевное, тут тебе за борщ, тут тебе за огурцы, кстати, закрыли, все нормально, так вот, Иисус говорит, не успела, все угощаю, Иисус говорит ей, поверь мне, что настанет время наступит, когда не на сей, не в той, и в Иерусалиме, не везде, везде будут, не на определенном месте будет поклонение отцу, 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 не мужику, а отцу, Он говорит, будет поклоняться отцу, но если поклоняются отцу, то отцу поклоняются дети, отцу не поклоняются тетки, женщины, чтобы я не слышала больше этого слова, женщины, Иисус говорит дальше, вы не знаете, чем уклоняетесь, а мы знаем, а, это она говорит, я извиняюсь, это она опять на мужика наезжает, вы не знаете, чем уклоняетесь, а мы знаем, чем уклоняемся, ибо спасение от иудеев, но настанет время, настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться опять, опять же Иисус говорит, отцу в духе истине, ибо таких поклонников ищет себе, отец ищет себе, Бог есть дух, и поклоняющийся, короче, вот это их беседа, кто так, кто сяк, они пытались выйти, было общение, отец пытался объяснить и вытащить из нее ту боль и разочарование, отец хотел показать, что он сильно любит ее, но она в нем видела мужиков, говорит, шестой есть, седьмой клеится, кошмар, как страшно, когда тебя мужик глазами раздевает, как страшно, когда ему нужно одно, то, что тебе уже не надо давно кажется, но когда настают хорошие, затишные времена, даже этого хочется, когда все улеглось, думаешь, вот бы кто-то поприклеивался, что носки пойти пособирать, двадцать восьмой стих, после определенной беседы с Иисусом есть решение, Иисус вытягивает твою боль, Иисус дает тебе решение, послушай, она пришла за селение, в селении жили пять мужиков, шестой, я думаю, что там сто процентов минимум было, либо пять мам, которые ненавидели Тушлендру, либо это было пять жен, которые ненавидели Тушлендру, они ее считали женщиной, которая развалила судьбы их детей, судьбы их семей, там было много ненависти, зла, почему она нигде не появлялась, она принесла много проблем, послушай, когда у тебя проблемы, ты не можешь нести служение, ты приносишь одни проблемы, тебе сегодня нужно решить, что ты хочешь, если ты хочешь служить, тебе нужно стать дочерью Отца Небесного, тебе нужно услышать Его призыв, услышать с Ним общение, и Он восстановит твое израненное, избитое нутро, Он восстановит тебя, знаете, когда пришло восстановление в мою жизнь, то, знаете, что я сказала, моих слез, дорогой, не дождешься, и я не написала это буквами на заборе, я просто это сделала, решила, и просто когда он всегда теперь, я только улыбаюсь Ему, я улыбаюсь всем подряд, я улыбаюсь Ему, и все, я просто улыбаюсь, не знаю, он иногда думает, а зачем, что она хочет, я говорю, просто, и вы знаете, это себе, даже привык, что ему просто улыбаюсь, и уже даже без всякого осуждения совести ложиться спать, уже просто улыбалась ему, он уже не лезет за деньгами в кошелек, чтобы заплатить мне, чтобы я от него отстала, он просто понимает, что у нас просто все нормально, и он даже говорил, если я вижу гору посуды, я могу помыть, не знаю, где он ее видел, женщина, которая боялась попасться на глаза любой соседки, ей обещали хату спалить, падли выдрать, ноги перебить, но как обычно, это люди в ненависти желают, как обычно люди проклинают, она одни проблемы приносила, представьте, что произошло, она сидела с этим водоносом, она им, видно, стучала, крышкой дергала, деньги были в бетончику, она просто не знала, что делать, она прикрывалась чем-то для того, чтобы решить свои вопросы, и в 28 стихе тогда женщина оставила водонос свой, послушай, для того, чтобы что-то сделать новое, для того, чтобы перейти на новый уровень, тебе нужно оставить то, что ты в руках теребишь, то, чем ты прикрываешься, то, что у тебя болит, перестань приставать к нему, перестань на него смотреть, полнота в Боге, счастье в Боге, а как с мужиком, а это вот, когда носки собираешь, а все остальное в бидончике, которые ты теребишь, еще и деньги там иногда бывают, потому что ты то за водой, то за молоком, оставила водонос и пошла в город и говорит людям, может ли разрушенный человек, который не хотел встречаться с людьми, может ли человек, которого все ненавидели, говорить об Иисусе, об Иудее, об Иудее, об Израильтянине, который вообще не котировался в этой местности, и этот город весь услышал, пришел. Нет лучшей евангелистки, которая исцелена, нет лучшей служителя, которая исцелена от Отца Небесного, не от земного, а от Небесного. Отец Небесный хочет, чтобы ты была исцелена, будешь ты Ему служить или нет, а ты будешь служить. Это происходит автоматически, потому что когда ты исцелена, ты идешь к людям. Когда у тебя есть чем, то, что тебе мешает, ты оставляешь, и у тебя есть Слово, пойдите и посмотрите то, что сделал Он. Пойдите и послушайте то, что Он говорит. Он все рассказал про Меня. Он все во Мне изменил. это Отец Небесный. Никто не может изменить твою внутренность. Сколько бы муж тебя не возил, ты будешь думать о тех прошлых вещах, которые Он тебе причинил. Но Отец, Он может изменить тебя. Он может восстановить тебя, как Личность полноценную. Ты не будешь уже вот в таком состоянии. Вот честно, я беру каждый раз, мне страшно. это страшное состояние, сестры. Знаешь, я сейчас хочу, я сейчас не то, что какой-то фильм разыгрываешь, что-то на ха-ха подняли. Я сегодня хочу, чтобы ты приняла для себя решение никогда больше не быть женщиной, а быть дочерью Отца Небесного. Что вот это состояние тебя больше не устраивало. Почему мы назвали семья служителя? Если ты не служишь, ты будешь служить. Ты не служишь по одной причине, потому что ты не знаешь как, ты не знаешь кому, ты не знаешь зачем, и ты со своими бидончиками зарылась. Я иногда вспоминаю, представляю, как раньше за водой ездили старая коляска, там куча этих бетончиков, я представляю, думаю, надо было такую коляску еще взять, покататься с вами. И едут на следующую, колодцу этой воды, там в Павлограде там везде эти стоят колодцы, когда в першке не было воды, я накидала 20 баклажек в багажнике, в Павлограде стою и набираю с этой колодца, думаю, о, водички даром привезла домой. Ну, я все равно, я по пути, девочки, ну, что вы такие прагматичные, все уже посчитали. Отец Небесный любит тебя. Я хочу, чтобы ты сейчас принимала решение в то, что ты больше не женщина, разбитая, израненная, зашуганная, запуганная, невосстановленная. Не ожидай. Знаете, не обольщайтесь, чтобы потом, не очаровывайтесь, чтобы потом не разочаровываться. Не обольщайся, ты идешь домой и ждешь, что тебя поймут. Я вас умоляю. Хоть и утром носки собрала. Не, этого не было. все. Да, тема дня. Слово дня, да? Носки собираю. Что вы делаете? Теперь, как тебя поймали, что вы делаете? Носки собираю. Да, что телефон не выключал, носки собирал. Я хочу, чтобы ты сегодня понимала, приняла решение, что ты больше не женщина, а ты дочь Отца Небесного. Я хочу сегодня, что у нас клавиши? Я хочу, чтобы ты сегодня понимала, что тебе хочет дать свободу Иисус. Знаете, я знаю, есть люди, которые уехали с этого города, потому что прошлая жизнь не позволяла им служить. А что, они уже идут? Тону. Давайте, вставайте, будем быстро молиться. Все, мы молимся, мы их не пускаем, мы женщины. Идите, пойте кто-нибудь. Там все быстро, там носки собирать не надо. Знаете, я знаю, что здесь много у нас жен пасторов, епископов. Я хочу сегодня, чтобы ты приняла решение, и мы тебя послужим молитвой за тебя в том, чтобы твое исцеление сегодня пришло, потому что Отец Небесный хочет тебя восстановить. Это время, когда Отец Небесный хочет восстановить. Это не то время, когда тебе хотят полечить мозги. Это то время, когда Отец Небесный хочет восстановить твои отношения с Ним. не с мужем, а с Ним. Когда у тебя восстановлены отношения с Иисусом, оно на колесиках, когда у тебя восстановлены отношения с Иисусом, тебе не надо будет восстанавливать отношения с мужем, потому что он поймет тебя, а ты его. Аминь. Давайте будем поклоняться в Божьем присутствии и все. Я хочу, чтобы сестры, которые могут служить, жены пасторов, епископа, кто может молиться, Наталья, твоя команда, выходите, мы будем молиться за каждую. Мы будем молиться за каждую. Просто я не хочу, чтобы ты пришла сюда без решения. Вот реши. Реши жить по-другому. Реши иметь другие отношения. Реши.